Уважаемый Роман Викторович, в настоящее время происходит рейдерский захват нашего гаражного кооператива в заводском районе города Саратова. Наш кооператив ГСК «Станок-95» начал свою работу в 1986 году. Однако в 2011 году он незаконно был исключен налоговой инспекцией из списка юридических лиц, о чем члены кооператива не знали и жили спокойно. В нашем гаражном кооперативе 850 гаражей. В 2019 году, пользуясь отсутствием регистрации, появились два предприимчивых члена нашего кооператива, открывшие кооператив «Клон» с названием ГК «Станок-95». Новый кооператив предложил всем нашим членам перейти к ним за 30 тысяч рублей из каждого гаража. И затем нужно было заплатить в обязательном порядке по 100 тысяч рублей за оформление гаражей в собственность. Мы отказались и обратились в суд за восстановлением юридического лица. 15 декабря 2019 года заводской районный суд признал незаконным исключение нашего кооператива и обязал налоговую включить на списки юридических лиц. Однако решение не вступило в законную силу из-за того, что господа обжаловали данное решение в апелляционной инстанции. Далее эти граждане раз в два месяца начали дублировать новые жалобы и тем самым затягивая максимально процесс. А наш кооператив продолжал свою работу. Им удалось затянуть процесс до 15 декабря 2022 года на три года, когда Саратовский областной суд все-таки окончательно восстановил наш кооператив. После многочисленных угроз, безысходности своей ситуации и потраченных денег, господа подали в октябре 2021 года иск о признании 30 гаражей нашего кооператива самовольными постройками и сносе. В апреле 2022 года заводской районный суд отклонил их иск. Также затем в областном суде решение устояло. В решении суда написано, что наши гаражи находятся в границах, выделенных ГСК станок 95, то есть принадлежат нашему кооперативу. На этом рейдеры не успокоились. 13 июня 2023 года они установили и закрыли ворота на въезде в наш кооператив. На все обращения к ним они отвечали агрессией, на вопросы о законности об установке ворот они отмалчивались. Для того, чтобы попасть в свои гаражи, они выдвинули требование вступить в их кооператив за 30 тысяч рублей с каждого гаража и затем выплатить им еще по 100 тысяч рублей окончательный расчет. Это откровенное вымогательство, написано заявление в полицию, результатов рассмотрения до сих пор нет. По договору аренды от 20 марта 2020 года земельный участок с частью наших гаражей администрации города Саратова был предоставлен гражданам в долях в общей сложности 333 квадратных метров. То есть ГК-станок 95 арендует 333 квадратных метров, а закрыли проезд на часть земельного участка площадью несколько тысяч квадратных метров. Поскольку какой-либо особый порядок пользования арендованным земельным участком не определен, то проезд и проход подразумевается свободный и беспрепятственный. Сам по себе договор аренды составлен в корне неверно, так как в нем указана общая площадь и он вводит в заблуждение. Чувствуется коррупционная составляющая при заключении данного договора. В нашем гаражно-строительном кооперативе состоят собственники помещений, находящиеся на этом земельном участке. Другим членам нашего кооператива выдан этот земельный участок также в частичную аренду. И они являются равноценными арендаторами. Все эти члены нашего кооператива не могут попасть к своему имуществу и пользоваться арендуемым земельным участком из-за установленных ворот. Также члены нашего кооператива против установки ворот на въезде другими сторонними лицами, которые в любой момент могут ограничить доступ к имуществу. Установка ворот должна проводиться с согласием собственников помещений и арендаторов земельного участка. Но установка ворот ни с кем не согласовывалась. Данные действия могут квалифицироваться как захват земельного участка. В июле подано обращение в суд на предоставление доступа и демонтаж ворот. Тяжбы идут, а ворота закрыты. В обеспечительных мерах по предоставлению доступа на период судебного разбирательства отказано. Мы обращались в полицию, прокуратуру, в администрацию заводского района города Саратова, председателю городской думы города Саратова. В итоге ситуация не разрешилась. 50 членов нашего кооператива не могут попасть в свои гаражи. А ведь они обычные налогоплательщики, лишенные своих конституционных прав. Сейчас сезон заготовок на зиму. Нужно менять резину на зимнюю. Как быть? Правление кооператива из последних сил удерживает людей от волнений и всяких протестных настроений. Просим решить сложившуюся незаконную конфликтную ситуацию и убрать установленные ворота, создающие препятствия к имуществу законных правообладателей, расторгнуть договор аренды ГК «Останок-95», а его руководство, дестабилизирующее обстановку на отдельной территории в это непростое время и требующих денежные средства членов нашего кооператива, привлечь к ответственности за захват земельного участка и за вымогательство. Спасибо за внимание. Надеемся, что вы рассмотрите наше обращение.